Продуктами питания обеспеченный областной департамент агропромышленного развития отчитался о продуктовых запасах в области и о ходе посевной кампании. Подробности далее. Сахар, мука, макаронные изделия сейчас на запорожских прилавках есть в полном ассортименте и достаточном количестве. В крупных торговых сетях и предприятиях оптовой торговли находится минимальный трехдневный запас продуктов питания длительного срока хранения. Но из-за ажиотажного спроса на эти продукты, которые возникли в конце февраля, торговые организации не успевали вовремя доставлять данные продукты на свои прилавки. При этом произошел спекулятивный рост цены на эти продукты питания. Сегодня эта проблема снята, говорит Андрей Ревудский. Однако цены существенно изменились. По данным департамента, только с начала месяца подорожали растительное масло и сахар. Упали в цене макароны, гречка, рис и мука. Правда, незначительно – на 3-8%. Сейчас решается вопрос об обеспечении хлебопёков социальной мукой, чтобы сохранить в нашем регионе доступный социальный хлеб. В ходе пресс-конференции прозвучали прогнозы о новом урожае. В этом году погода благоприятствует, говорят специалисты. В аграрии распочали посевную кампанию весняную. На сегодня уже посеяно 31 тысяча гектаров ранних зерновых культур. Это в первую очередь ячмень яровый, пшеница яра. За прошлые годы больше сеяли подсолнечника. В этом году – пшеницы. Так что без хлеба область не останется, говорят в департаменте. Аграриев теперь испытывают не только погодные условия, но и колебания курса доллара, вместе с которым растут цены и на топливо для сельхозмашин, и на удобрения. Андрей Ревуцкий говорит, вопросы оказания помощи в кредитовании аграриев сейчас решаются в Киеве. А пока запорожские труженики села справляются. Хоть у предприятий и не хватает оборотных средств, берут кредиты. И непременно заложат все свои траты в стоимость выращенного зерна.